Всем добрый вечер и добро пожаловать на конференцию Xiaomi. Здесь мы узнаем не только про новое авто, но и все его технологии, а также заавтоматизированный завод по сборке авто от Xiaomi. С вами Electrocar.by, мы начинаем. Во-первых, мы наконец-то смогли обновить нашу прошивку благодаря автомобилю до актуальной версии и полной экосистемы «Человек-автомобиль-дом». Встречайте, Xiaomi HyperOS. Немного о показателях компании. В прошлом году Xiaomi продали 146 миллионов мобильных телефонов, что на протяжении 14 кварталов подряд занимает третье место в рейтинге производителей смартфонов. Также на сегодняшний день 641 миллион пользователей смартфонов и планшетов по всему миру, что создает уже большую базу потенциальных владельцев автомобилей от Xiaomi. Также самое важное в технологиях – это их изучение и развитие. На это производитель в прошлом году потратил 19,1 миллионов юаней, а в 2024 году планируют потратить 24 миллиона юаней. А в завод по производству автомобилей мы инвестировали более 6,7 миллионов юаней плюс субсидии от государства. Наконец-то переходим к электромобилю Xiaomi SU7. Мы тестировали авто в 30 городах Китая, а общий пробег составил 5,4 миллиона километров, что эквивалентно 135 кругам вокруг Земли. А тестировали мы 576 авто. Давайте немного посчитаем. 5 миллионов 400 тысяч километров мы делим на 576 авто и получаем в среднем, что каждое авто проехало менее 10 тысяч километров. И здесь стоит отметить, что это первый авто от данного бренда. Поэтому нет еще никакой информации, как он себя будет долго вести. И помните, что выбор электромобиля – это всегда ответственность покупателя. Для всего остального есть электрокар.бай. Ссылочка в описании. А сейчас у вас на экране коллеги по цепи, слева направо. Вэй Цзян Цзюнь – председатель управления Тэнк от Great World Motors. Один из основателей – Нио Инкорпорейдед. Хэ Сяо Пэн – владелец компании X-Pen. Ли Сян – владелец компании LeAuto. А мы переходим к автомобилю. Для нас очень важно, чтобы автомобиль мог вас понять на всех уровнях и дать четкую информацию или реакцию. Автомобиль должен стать вашим помощником. Философия создания автомобиля мечты в наше время связана с высокими технологиями и лучшими характеристиками от вождения. Это два ключевых качества, и они очень важны. Длина авто 5 метров, ширина авто 2 метра, высота авто 1,5 метра, колесная база 3 метра. Это высокотехнологичный седан C-класса. Его дизайн будет актуален в ближайшие 10 лет. Пару слов про его пропорции. Слева направо. Между двумя осями ровно три размерных колеса. Высота равна двум колесам. А соотношение ширины к высоте составляет 1,36, что является золотым сечением и воспринимается человеком как очень гармонично. При этом коэффициент лобового сопротивления данного электромобиля равен 0,195 седей. В авто представлено 8 групп воздухоотводов и 17 различных элементов для улучшения аэродинамики. Изначально было доступно три цвета кузова. Голубой залив. Оливковый зеленый. Пепельно-серый. Но никакая фотография не передаст, насколько это прекрасный автомобиль. Рекомендуем познакомиться с ним вживую. Теперь же мы добавили еще 6 цветов. Вам суммарно доступно под заказ 9 цветов. Что касается цвета салона, то они у вас на экране. Пару слов про детали экстерьера. Во-первых, обтекаемая передняя оптика в форме капель. Во-вторых, задние фары, визуально выходящие за кузов. В-третьих, электрический спойлер. В-четвертых, водительская дверь имеет непрерывный изгиб в 175 градусов. В-пятых, скрытые аэродинамичные ручки. Передняя оптика имеет адаптивные матричные фары с углом 160 градусов и дальностью свечения 400 метров. Есть функция ADBM – адаптивный дальний свет. Как видно с демонстрации, автомобиль обнаруживает объекты, которые едут по встречке, и подсвечивает их только дневным светом. В то время как все остальные кластеры фары оставляют включенный дальний свет. На выбор доступны четверо дисков и три размера резины – от 19 до 21 дюйма. Все они у вас на экране. Резина, рекомендуемая нами, лучше всего передаст эмоции от вождения и создаст лучшую управляемость на дороге. Не стоит экономить на резине, ведь между вами и дорогой есть только она. На разных осях установлены разноширокие шины, что стоит учитывать. Давайте перейдем к экстерьеру. Дизайн и организация пространства сочетают в себе минимализм и достаточное количество физических кнопок. Водителю доступен 1 метр свободного пространства спереди, а у пассажира заднего ряда перед коленями более 10 сантиметров, что в два раза больше, чем в Tesla S и BMW 5 серии. Материалам сидения уделили много внимания. Помимо того, что они из кожи NAPA, так они еще и ортопедические с заботой о вашем позвоночнике. Также сидения наполнены пенопластом высокой плотности и пеной с эффектом памяти. А все материалы сертифицированы и подходят даже для маленьких детей. Что касается звука в авто. Тут 25 динамиков и сабвуферов от Zirac с системой Dolby Atmos 7.1.4. Само собой есть динамики и в подголовнике для зонирования, прослушивания музыки. Задний багажник представлен на 517 литров с глубиной более метра. Передний же багажник в свою очередь на 105 литров. А всего в автомобиле 32 ниши для хранения различных предметов. От зонтиков и аптечек до фонариков и ароматов для кондиционера салона. В Xiaomi заметили, что ни один производитель не задумался о креплении для мобильного телефона в салоне для водителя и пассажиров. Поэтому мы предусмотрели различные сценарии развития. В авто предусмотрены две 50-ваттные зарядки с охлаждением. А также по нише в дверях авто для хранения телефона. Подстаканника на консоли первого ряда 2. А снизу консоли вмонтирован фонарик PowerBand с ножом для ремней безопасности. И два небольших крючка, на которые можно повесить еду на вынос, ну или пиво в пакете. В Китае это нормальная практика. Задний ряд оснащен холодильником на 4,6 литра. Бардачок спереди очень вместительный. Наши инженеры смогли сделать его размерами 370 на 315 на 97 мм, что позволит вам хранить даже ноутбук до 14 дюймов. Теперь пару слов о крыше. Вся она из стекла, а общая площадь из стекления авто составляет 5,35 метра квадратных. Панорамное стекло имеет специальное покрытие, которое блокирует до 99,9% ультрафиолета. И до 99,1% тепла, то есть инфракрасного излучения. На лобовое стекло мы также нанесли 3 слоя защиты и смогли добиться блокировки до 99,5% ультрафиолетовых лучей и до 97,6% инфракрасного излучения. Но в Xiaomi пошли дальше и также покрыли все боковые стекла в авто. И тут же предлагаем вам тест полтора часа при плюс 38 градусов под солнцем в Гуанчжоу. Xiaomi SU-7 против Tesla Model 3. В салоне нашего электромобиля ниже температура на 12 градусов. А для тех, кому нужно полное уединение, есть шторка на панорамную крышу. А так зонт на лобовое стекло. Для зонтиков есть два отсека в дверных картах спереди и два отсека в сидениях сзади. Как видите, в авто много дизайнерских решений, и с ними Xiaomi помогал Крис Бангл, известный дизайнер в мире авто. В итоге этот дизайнер очень красноречиво отзывался от Xiaomi SU-7. Рассказывал, что это аватар, и вы становитесь этой машиной, и она такая прекрасная, то есть и вы становитесь таким же прекрасным. Он, скорее всего, не дизайнер, скорее всего, маркетолог. Разгон с 0 до 100 км в час всего за 2,78 секунды. И на сегодняшний день это самый быстрый массовый серийный электромобиль в своем классе. А максимальная скорость 265 км в час. Ну а теперь давайте сравним электромобиль от Xiaomi с автомобилем, который был эталоном того, что было на рынке. Taycan Turbo проигрывает по всем разгонным показателям, да еще и стоит дороже. Даже Xiaomi не скрывает, что многое посмотрело у Porsche. И вот и реальный заезд по этим показателям. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Это благодаря двигателю с 21 000 оборотов в минуту, 673 лошадиными силами или 495 киловаттами мощности с крутящим моментом 838 ньютонов на метр. Также стоит учесть и технологию, которая позволяет авто не терять мощность и крутящий момент моторов в минус 15 градусов. На экране у вас сравнение с Tesla 3. Батарея в свою очередь спроектирована с Ninde. Также позволяет показывать лучшие данные и больше запас хода в мороз по сравнению с конкурентами на рынке. Единую ось в автомобиле создают HUD-дисплей, экран водителя, руль и сидение. На рулевом колесе предусмотрены кнопки. Слева внизу включение автопилота, справа внизу кнопка увеличения мощности, руль трехспицевой D-образной формы. На консоли также доступны кнопки. Старт-стоп, регулировка скорости с температурой кондиционера, регулировки заднего спойлера и пневмоподвески. Для максимального удобства использования автомобиля. Экран водителя на 7 дюймов с приводом. При включении и выключении авто он прячется или выезжает. И самое важное, это огромный HUD на 56 дюймов со сверхшироким углом обзора. Супер яркая и сочная большая картинка идеальна для водителя. Расстояние фокусировки 7,7 метров и мы получаем полный обзор во всех направлениях с высоты птичьего полета. Максимальная яркость 13000 нит, коэффициент контрастности 1500 к 1. Адаптивная яркость, полный доступ к настройкам для личной кастомизации. Спортивные сидения с активными упорами для комфорта долгой поездки. Чтобы следить за здоровьем позвоночника людей. Вот как выглядят глобальные задачи, которые мы решили для создания архитектуры для электромобиля Modena. Таблица у вас на экране. Ставьте на паузу, чтобы ознакомиться. Так выглядят системы на архитектуре от Xiaomi, которые позволяют очень быстро реагировать как к пневмоподвеске, так и тормозам. А также в совокупности авто имеет 50 на 50 распределение веса и очень низкий центр тяжести на уровне 44 см. Мы работаем только с лидерами на рынке, чтобы сделать авто максимально комфортным и быстрым. На экранах у вас видео об отзывах китайских автомобильных блогеров. Все они выделяют прекрасный дизайн, отличную езду и интеллектуальность авто продвинутого уровня. Последняя, например, отражается в скорости реакции системы на педаль газа на экране диаграмма в сравнении с Tesla 3. Сейчас на экране у вас график. Красная линия – это неровности на дороге, а голубая линия – это тот эффект, который доходит до водителя. Также тормоз настроен так плавно, что вы не будете кивать головой, а кинетическая энергия очень плавно будет рассеянна. Полный радиус разворота составляет 5,7 метра. Это показатель авто класса А. А SU-7 – это седан С класса. При разгоне от 0 до 100 км в час вы почувствуете эффект катапульты. И не забывайте про кнопку Boost, которая дает увеличенную мощность на время. Есть и функция имитации звука мотора, которая реализовалась совместно с профессиональными гонщиками из Германии и Китая. В данном ролике демонстрируется режим дрифта. Данный режим, по сути, делает авто заднеприводным и отключает систему стабилизации. Субтитры добавил DimaTorzok И все эти функции вы получаете в авто с запасом хода 800 км по циклу CLTC. На экране представлены системы, которые позволили добиться минимального расхода энергии на 100 км пути. Слева направо, коэффициент лобового сопротивления 0,195 CD, облегченный кузов, передовая высоковольтная архитектура из карбида кремния, энергоэффективная система распределения тепла и шины с низким сопротивлением к покрытию. К слову, замена резины увеличила запас хода на 32 км, а вес некоторых комплектаций менее 2 тонн. Ну а топовая батарея может обеспечить пробег на одном заряде по циклу CLTC 810 км с объемом ВВБ в 101 кВт-час. Сейчас на экране у вас сводный график с показателями объема ВВБ и запаса хода в сравнении с Xiaomi Su7, с Porsche Taycan, Mercedes EQS и Tesla Model S. Как видно, Xiaomi уделал их все. Честно говоря, мы понимаем, что ни о каких 800 км на одном заряде невозможно. Если за минусы 15% в 608 км вы проедете летом и делите пополам, то есть 400 км в минус 20, это очень хорошие показатели. Если Xiaomi смогут добиться лучших, мы будем им только благодарны. Авто сделано на 800-вольтовой архитектуре с максимальным напряжением при зарядке 871 В. Данная платформа, принадлежащая инфраструктуре, сможет зарядить за 15 минут авто на 510 км, а всего за 5 минут на 220 км пути. Базовая же конфигурация будет идти на 400-вольтовой архитектуре с пиковым напряжением в 486 В. В этом случае за 15 минут вы зарядите 350 км пути, а за 5 минут – 138 км пути. Мало того, компания еще и настроила с каждым из 148 производителей зарядной инфраструктуры программное обеспечение, чтобы увеличить пиковую мощность зарядок. Также были получены сертификаты, подтверждающие 99% идеальную совместимость со всеми зарядными устройствами на рынке. К слову, средний показатель по рынку у конкурентов может опускаться до 90% эффективности зарядки. Также авто позволяет раздавать электроэнергию на бытовые нужды. Xiaomi также строит свою зарядную сеть инфраструктуру с жидкостным охлаждением и максимальной мощностью 600 кВт. Далее у презентации шла большая часть про автопилот. Нету смысла сильно про него рассказывать, ведь в СМГ навряд ли он будет работать. Единственное, что стоит упомянуть по этому вопросу, это системы комплектации и их оснащение датчиками и вычислительными мощностями. Все показатели у вас на экране. Перемещаемся в салон, и нас встречает система Xiaomi HyperOS, которая поддерживает 5 экранов в автомобиле. HUD, экран водителя, центральный экран мультимедии и два планшета у задних пассажиров. Центральный экран мультимедии составляет 16 дюймов с разрешением 3K. Вся мультимедия базируется на чипе Snapdragon 8295 на 30 терафлокс. Субпроцессоры, Creo CPU и Andreo GPU, оба шестого поколения. Конечно, очень важное взаимодействие телефона и автомобиля. Заходите в машину и ничего не делаете. На экране авто у вас появится значок вашего телефона, вы сможете открыть его на планшете. На экране у вас видно, как это реализовано на примере фильма, который до авто вы смотрели на телефоне. Ну и самое важное, это то, что ваше авто подключен к умному дому и, выходя на улицу, вы можете настроить и активировать кондиционер в авто голосовыми командами. В функцию включена система распознавания голоса владельца, чтобы кто угодно не смог этого сделать. Сидя в авто, вы также можете управлять всеми своими домашними гаджетами через приложение Mi Home. Например, если вам позвонили в звонок дома, вы можете отвезти, сидя в своем авто. А как только автомобиль попадает в домашнюю сеть, включается и вся техника по дому, встречая вас и подготавливая комфортную домашнюю среду. Сзади установлено два планшета Xiaomi Pad Pro на 12 дюймов и разрешением 3К с процессором Dragon 8 второго поколения. Также, если вы владелец iPad, то можете докупить кронштейн и использовать iPad в экосистеме Xiaomi. Ну и китайцы были бы не китайцами, если бы в авто не было функции караоке. Стоит сказать огромное спасибо за вот такую накладку на центральный дисплей, которая добавляет физические кнопки. Сейчас у вас на экране только часть того, что предлагает Xiaomi, как аксессуары к своему авто. И зная эту компанию, их будет становиться только больше. Потому что все эти аксессуары они сами и производят. Несмотря на то, что Apple отказались от идеи выпустить свой авто, мы все равно будем стремиться как можно раньше предоставить Apple CarPlay в наших авто. Переходим к безопасности. Это одно из самых важных в автомобиле. Кузов из стали и алюминия. Жесткость материала 2000 мегапаскалей. И жесткость кузова накручения составляет 51 тысячу ньютон на метр на градус. В авто установлено 7 подушек безопасности. Авто сдал все тесты по безопасности вождения по версии CNCAP и CIACI. На сертифицированном полигоне Каера система AEB PRO смогла затормозить на скорости 120 км в час. А днем эта же система смогла справиться с предотвращением аварии на скорости 135 км в час. Батареи, установленные в авто, являются самыми безопасными на рынке. Обе батареи собраны по технологии CTB. На экране у вас свой завод по производству автомобилей Xiaomi. Шесть цехов. Цех штамповки. Цех сборки платформы. Цех покраски. Сборочный цех. Цех литья элементов кузова под давлением. И цех производства батареи. Например, на этапе сборки кузова процесс полностью автоматизирован. 269 роботов выполняют 100% работы. А 36 роботов полностью автоматизировали установку дверей в авто. На заводе трудятся 94 роботологисты, которые перемещают компоненты по заводу. Всего на фабрике работают 700 роботов и обеспечивают 100% автоматизацию ключевых процессов в сборке. Крышу завода покрыли солнечными панелями и многое-многое другое. На самом деле, завод – это технологическое безумие. Это видео про Xiaomi SU7. Про завод мы сделаем отдельные рилсы, поэтому не забывайте подписываться на два наших канала. QR-коды у вас на экранах. Ставьте паузу, сканируйте, подписывайтесь. Базовый Xiaomi SU7 на 19 дисках с высоковольтной батареей на 74 кВт часа на 400-вольтовой архитектуре с возможностью зарядки 350 км пути за 15 минут. С показателями мощности мотора 220 кВт или 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. С максимальной скоростью 210 км в час и разгоном до 100 км в час за 5,3 секунды. Система автопривота Xiaomi Pilot Pro. Официальная цена в Китае – 215 900 юаней или 30 000 долларов. Если закажете авто до 30 апреля, то сможете получить бесплатно холодильник на 4,6 литра, премиальную систему из 25 динамиков и сабвуферов, кожа Nappa в салоне. Следующая комплектация – Xiaomi SU7 Pro по цене 245 900 юаней или 34 000 долларов. Как видно на экране, это такая же цена, что и на Tesla 3, но Xiaomi на голову выше по всем показателям. Акция также распространяется на эту комплектацию и добавляет электрический спойлер бесплатно, только до 30 апреля. Перед тем, как назвать цену на комплектацию Max, давайте сравним Xiaomi с линейкой Taycan от Porsche. Xiaomi SU7 больше похож на Porsche Taycan Turbo, и Xiaomi будет стремиться, чтобы превзойти в будущем Taycan Turbo S. Цена за топовую модель – 299 900 юаней или 41 600 долларов. Цвета кузова в стоимость авто входят только первые три. Все остальные идут как долг за 7000 юаней или почти 1000 долларов, но на время действия акций все эти цвета бесплатны. В конце апреля начнутся поставки стандартной и максимальной комплектации, а комплектация Pro поступит своим клиентам в конце мая. Также эксклюзивно будет доступна 5000 SU7. Все эти авто будут относиться к Founder Edition, и их поставки начнутся уже 3 апреля, а точнее уже начались. Ну вот и конец презентации. Таким образом, за 27 минут Xiaomi SU7 смогли продать аж 50000 автомобилей, а за первые сутки практически 90000 единиц. Несмотря на то, что бренд очень именитый и технологичный, не забывайте все же, что это первое авто от этого бренда. Да, за эти деньги ничего сопоставимое вы просто не купите. Меня опять китайцы смогли удивить, а подробный конфигуратор всех моделей есть на сайте Electrocar.by, ссылка в описании. Чтобы получить консультацию по данному автомобилю, либо заказать его в Россию, либо Беларусь, обращайтесь по телефону, указанных на экране или в описании к видео. С вами были Electrocar.by, Ян Шарапов. Спасибо огромное за ваше внимание. До скорых встреч.